Уважаемые участники форума, сегодня мы проводим очередное мероприятие, посвященное деятельности русского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в преддверии нового политического сезона. На конференции местного отделения партии 20 ноября прошлого года было решено обсуждать партийные проекты и мероприятия «Единой России» совместно с депутатским корпусом, населением, представителями малого и среднего бизнеса, общественностью, работниками муниципальных служб и ведомств, что мы и делаем сегодня. «Единая Россия» как партия власти, обладающая мощным политическим багажом и объединившая передовых руководителей, представителей разных социальных групп и возрастов, лидеров, мнений, известных и авторитетных людей, способна формировать позитивную социальную философию на основе всех этих важнейших потребностей и интересов. Вот почему формат партийного актива нами избран в качестве одного из способов совместного обсуждения насущных проблем развития городских и сельских поселений нашего района в плане модернизации всей страны. Нам важно в ходе сегодняшнего мероприятия объединить все идеи, предложения по эффективной реализации послания президента России с тем, чтобы в общем плане действий партии нашли отражения и шаги, которые необходимо предпринять в нашем районе для улучшения жизни людей. Каждая инициатива президента, каждое поручение, кому бы оно ни было адресовано, требует участия нашей партии. И это значит, каждый ее член должен видеть и понимать возможность своего личного участия в их реализации. В Московской области идет поиск новых направлений социальной политики, и за результатами этой работы стоит также наша партия. Именно представители «Единой России» в Московской областной думе голосуют за бюджетное финансирование новых демографических задач. Именно член Высшего Совета партии, временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, определяет направление деятельности для правительства и муниципальных образований нашего региона. Уважаемые коллеги, на сегодняшний форум в городском поселении Руза приглашены главы поселений, депутаты Совета депутатов, работники администрации бюджетной сферы, представители административных органов, общественных организаций, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, жители города, многочисленные гости, большинство приглашенных прибыло. Вашему вниманию предлагается обсудить итоги развития городского поселения Руза и первостепенные задачи партийного актива в решении социально-экономических вопросов, по которым выступит член местного полицовета, глава городского поселения Руза Андрей Викторович Коротков. Нам необходимо обсудить регламент нашего форума. Докладчик просит 35 минут, выступление в прениях до 5 минут, награждение участников актива и подведение итогов, завершить нашу работу в течение полутора часов без перерыва. Нет возражений? Принимается. Я благодарю ведущего. Дальше я сам отъеду. Хорошо, да? Да, ну, зачем мы собрали здесь, понятно. По поводу порядка. Андрей Викторович выступает с докладом, ведущий тему доклада зачитал. Для доклада до 35 минут, выступающих в прениях до 5 минут. Нет возражений, коллеги? Хорошо. И, уважаемые коллеги, по традиции, прежде чем приступить к нашей работе, мы вручаем партийные билеты вновь принятым членам партии. Я сегодня с удовольствием хочу пригласить на эту сцену механика по вентиляции дворца водных видоспорта города Рузы Бласова Сергея Алексеевича. Волосовый зритель. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, приступаем к работе. Я предоставляю слово для доклада главе городского поселения Руза Андрею Чекородкову. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВОСТОРА ЧЕСТИ Развитие города обозначу проблемные вопросы. А также предложу и обосную ряд конкретных предложений и задач местной власти города по их решению. При подготовке доклада я не мог не учитывать значимость целого ряда важнейших событий общегосударственного и регионального уровня. Во-первых, это идеи цели, стратегии, которые обозначил президент страны Путин Владимир Владимирович, В сборнике статей «Россия сосредотачивается ориентиры». Многие вопросы он повторил в послании Федеральному собранию в майских указах, где он провел анализ, сформулировал проблемы и задачи и проводит этот стратегический план в жизнь твердо и неуклонно. И мы это видим, включая частое и ручное управление. Очень коротко, буквально одну цитату из президента. Доверие между людьми складывается только тогда, когда общество скреплено общими ценностями и люди не утратили способность к вере, честность, чувство справедливости. А уважение к закону возникает только тогда, когда он один для всех, всеми соблюдается и в основе его правда. На региональном уровне руководством к действию является программа временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». Нам созвучны и мы разделяем идеи программы в том, что люди хотят жить и работать там, где комфортно, там, где власть внимательна, экономика умна, там, где есть чувство безопасности за себя, за свою семью, там, где их слышат. Создание таких условий и есть лидерство в жизни, в экономике, в политике. Проблемы, цели и способы их достижения, изложенные в программе, дают ориентиры и конкретные направления нашей работы в таких сферах жизни, как здоровье, дети, семьи, среда обитания, ЖКХ, газ, электричество, дороги, торговля, экономика, власти, политика и других. Губернатор говорит о том, что прежде чем двигаться вперед, важно оценить, где ты находишься, понять и правильно рассчитать собственные силы. Свою оценку, в том числе, я сегодня дам. Наш город – это живой развивающийся организм. Я хочу подчеркнуть, что как территория, так и народонаселение, РУЗы, в качестве составляющих жизнеспособности города, это зона ответственности власти. Власть существует для того, чтобы, решая вопросы местного значения и грамотно исполняя свои полномочия, заботиться о развитии и обустройстве городской территории, повышении качества жизни и решение насущных проблем населения, которое проживает в городе. Очень важно также, чтобы все наши действия были скоординированы между собой, с действиями русского муниципального района и территориальных органов государственной власти и представляли собой живой, работающий план. Численность нашего города составляет по переписи 13,5 тысяч человек, в том числе 45% мужчин, 55% женщин. В числе неблагоприятных демографических показателей следует отметить тенденцию к увеличению доли старших поколений и старения населения. Из общей численности 64% населения в трудоспособном возрасте, более 8,5 тысяч человек, 21% населения в возрасте старше трудоспособного, 15% в возрасте моложе трудоспособного. Молодежь города предпочитает получить более высокооплачиваемые рабочие места, которые они не могут, или не все могут найти в нашем городе. В бюджетной сфере занято до 30%, в промышленном производстве занято 20%, в строительстве 4%, в торговле и сфере бытового обслуживания 15% рабочих рук. В сфере предоставления коммунальных услуг 12%, транспорт, связь 11%, финансы, недвижимость 8%. Современный рынок труда в городе может обеспечить до 7 тысяч рабочих мест для трудоспособных жителей города. Проблема трудоустройства ружья частично решается за счет маятниковой миграции. Более 700 человек находят работу и работают не в РУЗе, в Москве, в ближайшем Подмосковье. Учитывая изложенное, город уже сейчас нуждается в современных рабочих местах с достаточно высоким уровнем доходов, которые позволят обеспечить работой до 2 тысяч ружья. В связи с вводом и заселением жилых многоквартирных домов в микрорайоне Северное Сияние, планируемых строительством многоквартирных домов по улице Федеративной, Волоколамскому шоссе, другим адресам, население города в 2015-2016 году может увеличиться до 15,5 тысяч человек. При этом увеличение численности трудоспособности населения составит более чем до 9,5 тысяч человек. Таким образом, если параллельно не заниматься созданием современных рабочих мест с достаточным уровнем доходов, то до 3 тысяч человек трудоспособного населения не найдет работы в РУЗе и будут вынуждены искать работу за ее пределами или оказаться без работы. Необходимы инвестиционные проекты. Считаю, что перспективными являются проекты в производственной сфере, проекты по созданию предприятий с небольшими объемами производства и небольшой численностью работающих, до 100 человек. По ходу доклада я более подробно остановлюсь на этом вопросе. Социально-политическая обстановка в городе, считаю, стабильная. Среди политических партий, представленных в выборных органах местного управления, лидирующее положение занимает наша партия, Единая Россия, далее следует КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР. По результатам опроса население города лидирует наша партия. Среди общественных объединений выделяются Совет ветеранов, Общественное объединение инвалидов, Совет ветеранов городского поселения Роза, Боевое братство, Русское общественное организование жертв политических репрессий, Союз пенсионеров, Союз десантников, столичье казачьего общества, несколько организаций профсоюзов. Все они активно работают, и мы активно с ними сотрудничаем. Уважаемые коллеги, мы считаем, что эффективным может только такое управление, в основу деятельности которого положена стратегия конкретных дел, направленная на удовлетворение насущных интересов и чаяния жителей, противостояние к кризисным явлениям. Именно так мы стараемся строить свою работу. В администрацию города за 2012 год обратились более 1200 человек. За первый квартал 2013 года зарегистрировано 245 обращений граждан. На слайдах вы видите диаграмму, где показано распределение обращений граждан по блокам. Важным каналом взаимодействия с жителями являются сходы граждан. Так, с началом весны мы начали проводить сходы граждан тех многоквартирных домов, где на 2013 год запланированы работы по благоустройству, для того, чтобы учесть все заявки и пожелания жителей. Примет согласованное решение, где будут парковки, пешеходные зоны, газоны, цветники, детские спортивные площадки и так далее. Сходы проведем по всем домам, где на 2013 год запланированы работы по благоустройству. Очень важно, чтобы решения принимались вместе и местной властью, и жителями. С тем, чтобы исполнители выполнили работы качественно и с учетом пожеланий граждан. Чтобы сделанное жителями было сохранено. Важной формой повышения эффективности работы, гласности и открытости принимаемых решений является повышение информационной открытости деятельности органов местного управления. И формирование системы межведомственного и электронного взаимодействия в соответствии с федеральным законом номер 210. В городе утверждено 23 административных регламента предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. Назначены ответственные сотрудники, которые используют программу автоматизированное рабочее место. Их исполняют. Приоритетной является деятельность по исполнению наказов жителей. Так, за 2012 год выполнено 33 наказа. Сумма проведенных работ составила почти 17 миллионов рублей. Работа по наказам тесно увязана с реализацией программы социально-экономического развития города на 2012-2014 годы. И ведомственные целевые программы. На реализацию мероприятий ведомственных целевых программ в 2012 году было фактически израсходовано. Из бюджета города более 25,5 миллионов рублей, из областного бюджета более 9, из федерального бюджета 2,5 миллиона рублей. В 2013 году работу по наказам мы продолжаем. На ближайшем заседании Совета депутатов в конце мая будут рассмотрены наказы жителей по капитальному ремонту жилого фонда, опиловке деревьев, благоустройству, уличных территорий, уличному освещению и другим вопросам. Всего будет рассмотрено 85 наказов принятых администрацией и 45 принятых депутатами Совета депутатов. Анализ показывает, что на исполнение наказов в полном объеме бюджетных средств, даже с учетом привлечения региональных и федеральных субсидий, не хватит. Речь идет о более чем 50 миллионах рублей на самом деле. Проблем, которые требуют решения и значительных финансовых вливаний, много. Среди них такие основные по коммунальному хозяйству, инфраструктуре, у нас есть и нехватка мощности по теплу, водоотведению, оформлению мощности по уличному освещению, задолженность населения перед ресурсоснабжающими организациями, необходимость установки узлов учета и другие. По энергоснабжению. Износ основных фондов русского РЭС составляет более 50%. Требуется замена осветительных опор, ремонт линии электропередачки, переход на энергосберегающие лампы, а также проведение новых линий электропередач по окраинам города. По водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, по жилищному фонду. В настоящее время в городе площадь многоквартирного жилого фонда составляет 237 тысяч квадратных метров, всего 147 домов. На слайде показаны данные о техническом состоянии жилого фонда. Вы их видите. В настоящее время 70% жилищного фонда нуждаются в капитальном ремонте. Это кровля, фасады, фундамент, балконы, подъезды, инженерное оборудование. Для создания безопасных и комфортных условий проживания людей на территории поселения необходимо финансирование капитального ремонта жилищного фонда решения вопросов по аварийному и верхнему жилью. Для решения указанных и многих других проблем в городе реализуются ведомственные целевые программы. Мы принимаем участие в программах Московской области и Российской Федерации. Но и здесь бюджетным финансированием все проблемы и все направления не охвачены. Это помощь молодым семьям, предоставление многодетным семьям земельных участков, помощь в создании инфраструктуры. Даже независимо от того, если земельные участки нашим ружьянам будут выделены в другом поселении, мы также должны в этом участвовать. Аварийный жилищный фонд. В этом году мы вошли в программу, но наше софинансирование должно быть более 30 миллионов рублей. Это проблема реконструкции спорткомплекса Руза, парка культуры и отдыха городов, предоставления жилья очередникам. Всего на учете состоят 103 семей. Это уже гораздо меньше, чем в позапрошлом и даже в прошлом году, но их все равно больше сотни. Чтобы их обеспечить по существующим правилам, если даже 10% жилья, вновь строящегося в городе, предоставлять 10%, вернее, передавать на эти цели, посчитайте, сколько жилья нам вообще нужно построить. Главным инструментом решения проблемы являются на сегодня средства бюджета, собственные и привлеченные. На слайде мы показали динамику в основных бюджетных показателей за 2009-2012 год. Из приведенных данных видно, что доходы бюджета, хотя и растут в абсолютных цифрах, они все же не укладываются в основном в показатели инфляции. Реально стоим на месте. Ситуация, которая не позволяет нам в полном объеме и качественно осуществлять полномочия по решению вопросов местного значения. Какие выходы? Важный канал, который мы стараемся использовать, это участие в федеральных и региональных программах поддержки муниципалитетов. Но здесь пока решаются только отдельные, хотя и важные, но локальные задачи. Другое направление. Сокращать расходы. На что? На благоустройство, на безопасность, на деятельность муниципальных учреждений, на органы местного управления. Тоже нельзя. Даже сейчас эти расходы обеспечивают только самый минимум. Главное, наш бюджет ни по каким параметрам не соответствует бюджету развития. Нужно искать нетрадиционные подходы к решению проблем бюджетной обеспеченности расходных обязательств. Динамика расходов на 2010-2012 годы представлена на следующем слайде. И показывает выраженную социальную направленность расходов нашего бюджета. В сложившихся условиях острой недостаточности собственных бюджетных средств мы работали и работаем над привлечением средств из областных и федеральных программ поддержки муниципалитетов. На слайдах вы видите динамику поступления средств из областного и федерального бюджета в виде субсидий. Так, за 2012 год из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, капитальный ремонт домов, увеличение оплаты труда работников бюджетных учреждений, целевой программы жилища, молодые семьи, было привлечено в субсидии на сумму почти 10 миллионов рублей. В 2013 году планируется 8,2 миллиона рублей. Из федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог в 2010 и 2011 году получили субсидии почти на 44 миллиона рублей. В 2012 году 2,5 миллиона рублей на пополнение книжного фонда почти 16 тысяч рублей на целевую программу жилища, молодые семьи, 372 тысячи рублей. Деятельность наша направлена на достижение показателей эффективности, установленных для муниципальных районов и городских округов указом президента и соответствующими постановлениями губернатора Московской области. Анализ показывает, что администрация, мы в целом выполняем поставленные задачи, по всем показателям наблюдается, положительная динамика. Достигнуты определенные результаты в сфере градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, обеспечения безопасности по социальным вопросам. Вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По результатам проведения экспертизы, 12 многоквартирных домов самых сложных, 9 признаны аварийными. Три дома требуют капитального ремонта. Аварийный это Гладышево, дом 3, 5, 7, 9, 11. По улице Перелого-Куридского, 24, улица Почтовая, 5, улица Почтовая, дом 12. Общая площадь 1603 квадратных метров, количество квартир 44, количество переселяемых граждан 122 человека. Постановлением правительства Московской области, номер 230, от 9 апреля 2013 года. Об утверждении адресной целевой программы Московской области переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Московскую область на 2013-2015 годы, указанные городские и аварийные дома в программу вошли. Всего запланировано средств почти 63 миллиона рублей. Фонд содействия реформирования ЖКХ 16 миллионов рублей. Областной фонд 9 миллионов рублей. Городской бюджет свыше 30 миллионов рублей. В дополнительные расходы за счет местного бюджета более 6 миллионов рублей. Таким образом, муниципальное софинансирование доходит до 55%. Поэтому работать с этой программой надо дальше, и мы это будем делать обязательно. Снижать процент нашего финансирования крайне необходимо. По содержанию текущему капитальному ремонту дорог местного значения и внутриквартальных дворовых территорий. В 2012 году были выполнены ремонты автомобильных дорог по улице Солистической, Приресской, Набережной, Садовой, Ульяновской, Орешковскому лесничеству, Красноармейской улице. Внутриквартальные территории и дороги были отремонтированы по следующим адресам. Всего было выделено из бюджета Московской области больше 3 миллионов рублей. На 2013 год планируем ремонт автомобильных дорог по улице Вишневой, Цветочной, Кооперативной, Базарному проезду, Овинному проезду. Дополнительно запросили и направили документы в связи с юбилеем города на 8 миллионов рублей на улицу Социалистическая, Революционная, Ульяновская. Запланирован ремонт внутриквартальных дорог по Базарному проезду, Северный микрорайон, Дом 6, Ульца Солнцева, 22-24, Микрорайон, Дом 2-3, Социалистическая, 59, Микрорайон, Дом 11. Бюджет Московской области 3 миллиона рублей, наше софинансирование 1 миллион 54 тысячи рублей. Благоустройство, вопросы. За 2012 год на территории города были произведены следующие виды работ. На содержание детских площадок и воинских захоронений более 600, было потрачено почти 650 тысяч рублей. Построены детские площадки по Базарному проезду и в других местах на общую сумму более 400 тысяч рублей. По уличному освещению плата за электрическую энергию в 2012 году 5 миллионов рублей, в 2011 году 5,5 миллионов, более 5 миллионов 600 тысяч рублей. Таким образом, экономия составила 643 тысяч рублей за счет программы, в которой мы участвуем и делаем по энергосбережению. В 2013 году на реализацию этой программы заложено более 2 миллионов рублей. В 2013 году продолжится работа по учету электроэнергии по 2-х и 3-х тарифной ставке, а также перевод на энергосберегающие светильники в микрорайонах и на дорогах общего пользования третьей категории. На 2013 год спланировано рассмотрение вопросов по установке осветительных приборов в парке между улицей Верхнезарецкая и Среднезарецкая по переулку Курильского от 18 до 24 дома, прокладка СИПа по улице Социалистической от стадиона до отделения Сбербанка. В связи с нехваткой мощности планируется прокладка трехфазного СИПа по Верхнезарецкой улице, протяженность ориентировочная 1,3 километра, а также в микрорайоне протяженностью около 800 метров. За 2012 год на территории города были произведены следующие виды работ по капитальному ремонту. Отремонтировано 5 жилых многоквартирных домов по федеральной программе 185-го федерального закона. Заменены отремонтированные кровли многоквартирных домов общая площадь более 3,5 тысяч квадратных метров. Общие затраты на капитальный ремонт составили около 7 миллионов рублей. Планируется в 2013 году выполнить работы по капитальному ремонту на Волоколандском шоссе, дом 3, перелок Урицкого, дом 1, Волоколандское шоссе, дом 7, Социалистическая 70 и Горлова 4, ремонт кровли. В целях обеспечения безопасности проделана следующая работа. Налажено взаимодействие и обмен информацией с правоохранительными органами района по выявлению лиц, оказывающих негативное влияние и дестабилизацию общественно-политической обстановки в городе. Проведены рабочие встречи с руководителями политических партий о недопущении выпуска и распространении печатной продукции экстремистского содержания. Совместно с правоохранительными органами проведено обследование на предмет антитеррористической защищенности избирательных участков, объектов жизнедообеспечения, крупных объектов торговли и автостанций города. На спортивном комплексе РУЗа в целях усиления антитеррористической защищенности разработан паспорт безопасности, инструкции и памятки с персоналом проведены дополнительные занятия по действиям в близких ситуациях. Во всех общественных местах, учреждениях культуры и спорта, парках и скверах установлена система видеонаблюдения и разработаны паспорта безопасности. Члены антитеррористической рабочей группы администрации города совместно со службой участковых уполномоченных отдела МВД в соответствии с указанием заместителя-председателя АТК нашего района провели обследование 18 объектов жизнедообеспечения с массовым пребыванием людей, 105 объектов жилого сектора на предмет технической укрепленности и антитеррористической защищенности с составлением соответствующих актов. Добровольная народная дружина при администрации города состоит из 10 человек. В 2012 году членами ДНД осуществлено 112 выходов на дежурство. Во время дежурства в 2012 году членами ДНД выявлено раскрыто 3 уголовных преступления и 42 административных правонарушения. Работа городской добровольной народной дружины отмечена грамотой УВД по Русскому району. На базе городского МУПа создана пожарная дружина, которая обеспечена полевомоечной машиной и необходимым снаряжением. Пожарный расчет состоит из трех прошедших обучения специалистов. Русской городской библиотеки Закуплены новые книги, компьютерная офисная техника, проведено подключение к сенте интернет. Услугами библиотеки пользуются сегодня более 4 тысяч жителей города. Из них более половины взрослые. Здесь же проводятся массовые культурные мероприятия. С начала 2013 года, с учетом многочисленных пожеланий жителей, было открыто отделение культурно-досуговой работы Русской городской библиотеки в помещении по улице Федеративной, дом 10. На сегодня здесь организована работа 12 клубов. Кристалл души, сильный духом, родник души, светлячок, здоровая семья, здоровый город, зримое сердце, школа доброты и других. Проводятся праздничные мероприятия, тематические вечера, лекции, видеопрограммы и так далее. Самыми активными участниками клубной работы стали уважаемые в городе люди, ветераны и инвалиды. По итогам первого квартала 2013 года посещаемость составила 668 человек. Со 2 по 17 апреля 2013 года проходила выставка инвалидов, добрых рук, мастерство. 17 участников представили работы, выполненные в самых разных жанрах и техниках. Вышивка, вязаные куклы, декоративные бутыли, бисероплетение, квилин. Удивительные вещи делают эти люди. Они поражают своей красотой, оригинальностью. А ведь это люди с ограниченными возможностями здоровья, зрения, есть слабовидящие. Но они сами творят такие вещи, которые заставляют восхищаться их талантом. Все участники выставки были отмечены почетными грамотами. Активно работают с молодежью спорткомплекс «Рузов», в котором работают спортивные секции по различным направлениям. Проводятся городские и межпоседнические спортивные состязания. Большой объем работ проводится в городском парке «Городок». Только за летний период 2012 года парк посетили более 12 тысяч человек. При этом организованные в парке мероприятия посетило более 7 тысяч жителей. Культура массово-общегородские мероприятия, Новый год, Рождественские мероприятия, Масленцы, День победы, День защиты детей, День города, Крещенские купания и другие праздники. Неизменно собирают большое количество ружан и гостей нашего города. В 2013 году во знаменовании юбилея 685-летия города проводится конкурс «Руза-685». Любовь к Отечеству, начиная с наших корней и предков, истории нашей памяти, находит свое отражение в творчестве, труде и жизни живущих поколений людей. Отмечать очень праздник, праздник своего дома, своей малой Родины, именно с этими чувствами и понятиями – это потребность души каждого человека, каждой семьи, каждого патриота. Хочется выразить благодарность заместителю главы администрации района Медведеву Евгению Александровичу, начальникам районных подразделений культуры и спорта, молодежной политики Александру Николаевичу Ханову, Ощепкову и Светлане Николаевне за большую помощь в проведении конкурсов. Итоги подведет конкурсная комиссия, победители и участники конкурса будут поощрены денежными премиями, ценными подарками и дипломами. Церемония награждения приорачивается к празднованию Дня города на конец августа 2013 года. Уважаемые коллеги, результаты проведенной нами работы есть. Работаем и можем отчитаться, и это будет правда. Но вместе с тем, если разбираться глубже, то есть проблемы, очень серьезные. И их легче решать. С течением времени не представляется возможным. Работать над выполнением наказов избирателей необходимо. Проблемы жителей ставят правильные и злободневные. И нужно финансирование, как я говорил, около 50 миллионов рублей. Необходимо заниматься аварийным жилищным фондом. Городской бюджет также 37 миллионов рублей. Необходимо помогать молодым семьям в решении жилищных вопросов. Для участия в программе жилища, вы видели, мы выделяем там по 2-3 человека ежегодно. А у нас на очереди, на учете сегодня в городе 39 молодых семей. То есть это явно недостаточно. Список проблем можно продолжить. Для их решения нужны десятки и сотни миллионов рублей, которых в бюджете нет. Это диктует необходимость поиска новых подходов управлений в организации экономики и социальной сферы. Один из главных вопросов, от положительного решения которого напрямую зависит решение проблем бюджетной обеспеченности, привлечение инвестиций, улучшение темографических показателей и качества жизни населения. Это утверждение нашего генплана. Именно генплан, другие градостроительные документы обеспечивают системность и планомерность развития города. Если этих документов нет, то город развивается стихийно, проблемно, хаотично. Это может привести в итоге к глубочайшему кризису и деградации города, падению жизнеспособности. Поясню на примере. Если строить только жилье, не задумываясь о том, где будут работать люди, выдержит ли увеличивающаяся нагрузка социальная и коммунальная инфраструктура города, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мы только ухудшим жизнь в городе не только для новоселов, но и для жителей. Остановлюсь на проблеме инвестиций. Что происходит сейчас в городе? Какие отрабатываются инвестиционные площадки и проекты? Вы на слайде их видите. В основном, и львиная доля, еще не все здесь показано, это площади торговые, торгово-офисные, торгово-развлекательные центры. Их более восьми. Я хочу обратиться к предпринимательскому сообществу, районному потребительскому обществу. 80% предприятий в городе занимаются торговлей и услугами. Инвестиции идут прежде всего в торговлю и услуги. Как дальше мы будем жить, как дальше будем действовать? Какие меры будем предпринимать? Здесь есть над чем задуматься. Нам надо сделать рывок в открытии производства. Да, инвестиции в производство окупаются не быстро, но производство первичное, и именно местная промышленность, муниципальная экономика придает необходимую устойчивость, самодостаточность и жизнеспособность к городу. Другие инвестиционные программы завязаны на строительство квартирных домов, тысячи квадратных, десятки тысяч квадратных метров коммерческого жилья, северное сияние, дома по Федеративной улице, Волоколамскому шоссе и так далее. Как будем решать проблемы создания рабочих мест? Как будем расширять инфраструктуру? Как справимся с возросшей нагрузкой на городской бюджет? Что делаем для решения этих проблем? В настоящее время занимаемся совместно с районными службами оформлением земельных участков и созданием на территории промышленной зоны города инвестиционные площадки под инвестиционные промышленные проекты. Задача заключается в том, чтобы создать современные рабочие места, экологически чистое высокотехнологичное производство. Именно в этом ключе мы работаем с инвесторами. Но не только мы должны об этом думать. Мы совместно все, и прежде всего наша партия, наши ячейки, жители города должны предлагать и совместно с властью решать эти вопросы. Здесь появляется возможность и складываются условия для создания межмуниципальных хозяйственных обществ, как это предусмотрено 131-м федеральным законом. Нам представляется, что в современных условиях тезис о минимуме муниципальной экономики, когда все решит рынок, я считаю, он в корне не правил. Мне было бы интересно рассмотреть и предложить перспективы и возможности межмуниципального сотрудничества с соседними районами, с соседними поселениями. И по этому вопросу, в том числе, на последнем совете депутатов я получил в том числе критические замечания. Именно в том, что мы решение по этим вопросам приняли, но межмуниципальное сотрудничество дальше не идет, не развивается. А муниципальную экономику нужно строить обязательно. Если есть полномочия, если есть функции, если есть обязанности, то должны быть и рычаги решения этих вопросов. Я бы хотел заострить внимание на проблемах и задачах, которые ставит президент страны. Я говорил о его статьях «Россия сосредотачивается ориентирами». Получилась таблица, я внимательно изучил, в которой в одной колонке было перечислено 24 задачи принципа действия, предложенные Путиным, а в другой по каждой из этих задачках зеркальное отражение сформулированы задачи и принципы деятельности для муниципалитета. Вы видите эту таблицу на слайде. Можете и сами сделать анализ. Я сделал для себя следующие выводы. Поставленные президентом задачи и механизмы их решения созвучны настроением и желанием простых людей и направлены на решение их проблем. Поэтому в работе нужно ими руководствоваться. Предложения эти не для каких-то абстрактных людей, где-то там наверху, а для людей, которые обречены ответственностью, полномочиями и властью, и в непосредственно на местном уровне работают с людьми. Второе. Необходимо обеспечить постепенное, трансформационное, но неуклонное развитие в сторону вовлечения в реальную политику на местном уровне в процесс принятия решений всех жителей местного сообщества, населения. Третье. На государственном уровне президент сумел вернуть, сохранить и даже приумножить ключевые стратегические ресурсы в руках государства. И мы должны как? Мне так кажется, как зеркальное отражение, делать и у себя примерно то же. Поэтому необходимо создавать такие институты, которые будут создавать муниципальную собственность. А это значит, нужно создавать сильную муниципальную экономику, строить территориально-производственную общину. Четвертое. Необходимо обеспечить долгосрочный, устойчивый характер доходов муниципалитетов. А это возможно только при сильной муниципальной экономике. Экономика должна отвечать потребностям местного сообщества. Она должна обеспечить более высокие трудовые доходы, более интересную творческую работу и создавать широкие возможности профессионального роста и формировать социальные лифты. Оценивать руководителя должны местные жители. Но это возможно только в том случае, если у местного сообщества в руках будут ресурсы, будет создана муниципальная экономика. Пятое. Принцип интеграции, сложение сил и соратничества для решения общих задач должен быть положено в основу взаимодействия муниципалитетов в районе. В процессе решения этих и других задач, поставленных президентам, необходимо снять очень важное противоречие между политической волей, намерениями президента и его соратников, разделяемой большинством народа и отсутствием стратегии и тактики реализации поставленных задач на уровне муниципалитетов. Вот эту проблему и противоречие нужно снять по всем направлениям. Именно здесь и возникает напряжение и наши задачи. Нам нужно предложить новые принципы действия функционирования местной власти. Концепция устойчивого развития города должна отражать стратегию и тактику президента и содержать конкретные предложения по решению поставленных задач. Я хочу подчеркнуть об изменении парадигма управления. Путин говорит, что будущая российская экономика должна отвечать потребностям общества. Она должна обеспечивать высокие трудовые доходы, более интересную творческую работу, создавать широкие возможности профессионального роста, формировать социальные лифты. Но двигателем роста должна быть и будет именно инициатива граждан. Сегодня говорят о разных формах обновления политического процесса. Но о чем предлагается договариваться? О том, как устроить власть, передать ее лучшим людям? А дальше-то что? Что делать-то будем? Мы заведомо проиграем, если будем рассчитывать только на решение чиновников и ограниченный круг, крупных инвесторов и госкомпаний. В наступившем десятилетии мы должны изменить ситуацию. Каждый вложенный рубль должен производить справедливость. Справедливые устройства общества, экономики – главные условия нашего устойчивого развития в эти годы. Необходимо изменить всю идеологию государственного контроля за деятельностью бизнеса, резко ограничивающих эти функции. Сейчас складывается такая ситуация, которая со всей очевидностью показывает, что нам нужно незамедлительно прибавлять в работе, искать новые нетрадиционные технологии решения проблем. Считаю, что настоящий руководитель всегда должен ставить перед собой задачи трудные и творчески работать над их решением. Проблемы, которые необходимо решить, нам известны. Мы вырабатываем подходы к их решению. Главное сейчас не растеряться, а целенаправленно и творчески работать по всем направлениям. Очень важно сейчас всем нам понять очевидный факт. Привычные, традиционные и эффективные совсем недавно технологии управления перестают работать. Исторический опыт показывает, что реформы, которые проводятся только сверху, идут очень трудно и с большими потерями. Мы на местах должны не только соглашаться с призывами руководства, но и сами должны активно трудиться по всем направлениям, формировать инициативу, открыться к переменам. Надо дать возможность простым людям проявить инициативу. Люди сами скажут, что им нужно, ради чего они готовы напряженно работать, проявлять энтузиазм. И мы должны иметь в виду, прежде всего, эти желания людей, разрабатывая и реализуя планы развития города и района. Я абсолютно убежден в том, что инициатива граждан и действия высшего руководства страной гармоничны между собой. Это и есть главный залог успеха реформ, которые идут в основном пока только сверху. Уважаемые коллеги, в своем выступлении я высвотил основные проблемные вопросы. Не было сказано еще о проблемах в образовании, здравоохранении, культуре, которые касаются не столько технического оснащения объектов в социальной сфере, а прежде всего идеологии образовательного и воспитательного процесса. Здесь очень много спорных, противоречивых вопросов. Я этого только коснулся. Потому что будущие и грядущие изменения, которые нас ждут, лежат в сфере сознания, в сфере системы ценностей и целей, на которые ориентируется человек и, прежде всего, управление. Мы должны поставить честный диагноз. Насколько это возможно сейчас и в ограниченном времени доклада, я попытался это сделать. Нерешаемых проблем нет. Их в природе просто не существует. Это просто диагноз. Это сейчас главное. Диагноз должен быть правильным. Иначе проблемы не решишь, болезни не вылечишь. Если есть проблема, нужно признать, что она есть. Если на складе лежит груз, который вам не нужен, нужно признать, что он у вас там есть, лежит. И потом уже выработать технологию. Как его оттуда убрать? Достаточно там одним человеком или автогран вызывать. Это уже технология. Но сначала честный диагноз. И именно наша партия должна это сделать. Это первый, важный и главный шаг. Иначе за нас это сделают другие. Оппозиционные, например. И разворачивающиеся на Рудный фронт. Тогда мы потеряем темп. Коснусь выборов. О них поподробнее садокладчик расскажет. Но на что я хочу акцентировать и обратить ваше внимание. Временно исполняющий обязанности Андрей Юрьевич Воробьев месяца два назад проводил расширенное заседание правительства с привлечением глав поселений, председателей Советов. И вот мне кажется, что он показал, дал сигнал, как нужно работать. Как нужно спрашивать людей. И он реально спрашивал, какие проблемы существуют на местах. И внимательно выслушивал предложения, как их можно решить. И такие форумы, такие мероприятия. Он сказал, что они будут плановыми и постоянными. Каждые три месяца. Вот это очень серьезный шаг. Вот так еще никогда не делалось. И здесь, в Андрея Юрьевича Воробьеве, я вижу, ну если хотите, управленца нового типа. Еще нас никто не спрашивал. И мы также примерно должны делать и организовать свою работу. Спрашивать людей и возбуждать их инициативу. Но просто так тоже не будет. Нужно, чтобы люди поняли, что их желание, их потребности, их инициатива будет услышана. И только из этого может родиться новая стратегия развития. Поэтому искренне считаю, видя работу Андрея Юрьевича, видя, как он это делает, видя совершенно новые подходы к руководству областью, искренне считаю, что это человек, который должен стать губернатором. И мы должны сделать все, но я, во всяком случае, буду делать все, чтобы это так и произошло, так и случилось. Это абсолютно новый, ищущий, самое главное, человек. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Ильич. Ну что ж, переходим к обсуждению доклада. Я представляю слово Виталию Алексеевичу Парфутову. Уважаемый Олег Александрович, уважаемый Андрей Викторович, уважаемые участники форума. Подготовка к проведению к губернатору Московской области и органу местного управления 9 сентября, 8 сентября 2013 года на территории города Руза является для нас самым важным направлением деятельности на текущий момент. Сформирован городской штаб, определена его структура, назначены ответственные по направлениям за идеологию, за взаимодействие со СМИ, за полевую работу, за работу с агитаторами, за правовое обеспечение. Мы ладили в оперативном режиме взаимодействие с районным штабом, выполняем рекомендации, своевременно предоставляем отчеты о проделанной работе. Мы в городском штабе являемся убежденными сторонниками того курса, который проводит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и назначенный временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. И поэтому мы работаем не за страх, а за совесть. Приложим все силы для того, чтобы совместно с местным отделением партии обеспечить по городу убедительную победу Единой России. Именно исходя из обозначенных задач и убеждений, мы устроим наши планы и практическую деятельность. Разрешите далее остановиться более подробно на ключевых, на мой взгляд, с точки зрения обеспечения победы на выборах 8 сентября направлениях работы городского избирательного штаба. Первое направление это организационное, материально-техническое обеспечение избирательных участков и обеспечение безопасности деятельности участковых избирательных комиссий на территории города. Участие в формировании участковых избирательных комиссий и обеспечение их эффективной работой. Второе направление связано с организацией в рамках действующего избирательного законодательства взаимодействия с политическими партиями, кандидатами в местные органы власти, общественными объединениями и гражданами вопросов о реализации избирательных прав граждан и политических партий. Очень важное мероприятие, которое мы готовим и будем проводить 27 мая, это праймерец «Единая Россия» по кандидатам в депутаты Совета депутатов и главу города на выборы 9-8 сентября 2013 года. Третье направление – информационно-разъяснительные и депутационные работы с горожанами, избирателями по вопросам организации и проведения выборов на территории города, оперативного решения возникающих у граждан проблем. Встреча с населением, трудовыми коррективами, общественными организациями позволяет нам выстроить стратегию и тактику конкретных дел в городе. Быстрое реагирование и оперативное решение проблем горожан рассматривается нами в качестве одной из ключевых выборных технологий увеличения электората Андрея Юрьевича Воробьева и «Единой России». Нам есть что сказать горожанам о реализации проекта партии «Единая Россия» в городе и в районе. В перспективах нашего развития. Важно также довести до горожан позицию руководителей страны Владимира Владимировича Путина Дмитрия Анатольевича Медведева. Политическую программу «Единая Россия», общероссийскую народную фронту на предстоящих выборах. Программа Андрея Юрьевича Воробьева «Наша Подмосковья. Приоритеты развития». Главой города в плановом режиме проводятся встречи с представителями общественных организаций, ветеранами, пенсионерами, инвалидами, репрессированными, также с предпринимателями. Встречи в трудовых коллективах будут проводиться чуть позже по отдельному утвержденному графику. Работники администрации совместно с депутатами, членами фракции «Единая Россия» проводят встречи во дворах и территориях города, в которых запланировано работать по благоустройству. Чтобы, как отмечал Андрей Викторович, снять возникающие вопросы у жителей по обустройству того или иного двора. Совместно с советным депутатом принято решение об увеличении количества часов приема населения депутатами и работниками администрации в период выборной кампании. Прием населения будет организован по микрорайонам города в еженедельном режиме. Важным каналом информации по выявлению и оперативному решению проблем гражданам должна стать общество приема «Единой России». На ближайший совет депутатов выходим с предложением по реализации наказов избирателей на 2013 год и перспективу. Как уже отмечал Андрей Викторович в своем выступлении, всего будет рассмотрено 85 наказов принятых администрацией и 45 наказов принятых депутатами Совета депутатов. Наши встречи с людьми убеждают в том, что очень важно грамотно и правильно построить разговор с людьми, не раздавать пустых обещаний, а оперативно реагировать, аргументированно отвечать на любые острые вопросы. Люди это очень ценят, такое отношение. Все проблемы нужно решать. Часть из этих проблем мы оперативно решаем сегодня. Решение других включаем в планы работы. Следующий направление, на котором хотелось бы остановиться, это совместная работа с исполкомом районного штаба «Единая Россия» с городским партийным активом по обеспечению победы партии на выборах. В городе сегодня на учете состоят по уточненным данным 525 членов партии «Единая Россия» и 94 сторонников, объединенных в 7 партийных ячеек. Это очень большая сила. Главное сейчас – это грамотно построить работу и правильно сорганизовать эту силу. Руководителями являются Герасима Елена Анатольевна, Назина Вера Ивановна, Рябченко Лариса Петровна, Казармен Квасирий Александрович, Александров Анатолий Сергеевич, другие. Мы провели инструктивное совещание с ними по вопросам проведения выбранной кампании «Единая Россия», на котором еще раз обсудили стратегию и тактику избирателями кампании партии и наметили конкретные меры ответственных сроки по обеспечению высоких результатов на выборах 8 сентября 2013 года. Решили в каждой семье ячеек сформировать актив, провести партийные мероприятия на предприятиях, учреждениях и организациях города, сформировать партийные группы в жилых многоквартирных домах и на улицах города. На этом совещании в помощь активу и для агитационной работы были розданы информационные материалы по реализации партийных проектов «Единая Россия», материалы из выступления Владимира Владимировича Путина и Медведя Дмитрия Анатольевича, программы заявлений партии и программы Андрея Юрьевича Воробьева. Руководителям ячеек также было предложено привлечь партийный актив к участию в культурно-массовых, спортивно-массовых и молодежных мероприятиях во встречах, которые проводит глава города и депутаты, Совета депутатов городского поселения. Была также поставлена задача обеспечить активное участие членов и сторонников партии «Единая Россия» в работе по привлечению членов семей и знакомых проголосовать в пользу «Единая Россия» проект «1 плюс 10». Совещания с руководителями ячеек и партийным активом будут проводиться еженедельно с обязательным заслуживанием отчета о проделанной работе и обмену опытом. Одним из результатов работы должны стать списки наших активистов в организациях, в жилых домах, улицах города с обязательным указанием номеров телефонов. Это очень важно для того, чтобы организовать работу группы обзвонов в день голосования и обеспечить высокий процент проголосовавших за «Единую Россию». Среди приоритетных направлений партийных работ отмечу также такие, как оказание помощи лояльным по отношению «Единой России» и Андрею Юрьевичу Воробьеву с предприятиями и организациям города и налаживание ими агитационной работы. Пикеты распространения агитационных материалов. Организация работы по недопущению несанкционированного сброса и распространения агитационной литературы оппоненту партии на территории поселения и оказание всесторонней помощи агитационной сети партии «Единая Россия» в обеспечении избирательной кампании партии. Взаимодействие с органами социальной защиты населения, территориальной избирательной комиссии, участковыми избирательными комиссиями по вопросам составления списка лиц из числа инвалидов и других категорий, нуждающихся в создании условий для голосования на дому. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности работы участковых избирательных комиссий в агитационный период и в день проведения выборов. На этом доклад закончен. Спасибо. Я предоставляю слово секретарю первичного отделения номер один города Розын Анатолию Сергеевичу Александрову. Уважаемые коллеги, первичное отделение номер один, секретарем которого я являюсь, включает в себя 114 следов партии. В нашем отделении создан партийный актив из самых активных и уважаемых людей, которые своим личным примером и авторитетом внедряют и пропагандируют политику партии «Единая Россия» среди населения. Это такие члены партии, как Муфтов Виталий Алексеевич, Прошутин Скалин Владимирович, Машинистов Александр, Гаранин Иван и ряд других. Участие в выборах Государственной Думы и в выборах президента Российской Федерации сколыхнуло деятельность нашей ячейки. Положительным стало то, что по результатам работы в подготовке и проведении выборов появились люди, в том числе и сторонники партии, готовые поддержать партийную работу, ее программы и проекты. Проанализиров ситуацию и разобрав результаты выборов, мы с активом в корне пересмотрели подход к своей работе, в результате чего состав нашего отделения коренным образом изменился. В него влились новые люди, в основном молодежь, которые заменили неохотно желающих работать. И мы теперь надеемся на более плодотворную работу в нашем отделении. Мы все прекрасно видим реальную помощь «Единая Россия» в улучшении благосостояния населения. Разработаны и успешно внедряются партийные проекты. В нашем поселении успешно реализуются партийные проекты «Единая Россия». Заметно улучшилось состояние дорог в городе. Выросло количество детских спортивных внутридборовых площадок, благоустройство парков и скверов. При поддержке партии проводится большое количество мероприятий и соревнований. Вот такие, например, турнир памяти Расленкова среди ветеранов по мини-футболу. Турнир по мини-футболу в зале. Дворовый футбол. Кубок города по хоккею среди детей. Предновогодняя лыжная вечерняя гонка, баскетбольный турнир среди женщин и мужчин и другое. Перед нашим первичным отделением стоит важнейшая задача предстоящей избирательной кампании по реализации партийного проекта «Один тут здесь». В порядке интервризации членов партии и внесения персональных данных в электронную базу «Вся Россия» нам удалось подтвердить список членов партии в нашей первичке на 80%. С учетом этого мы должны обеспечить явку членов и сторонников партии, своих родных и знакомых, членов общественных организаций, входящих в Российский народный фронт, просто граждан нашего города в количестве не менее 900 человек. А для всех семи первичных отделений городского поселения РУЗа такая задача стоит в количестве более 5000 человек. Это очень сложная задача, тем более, что среди населения присутствует определенный нигилизм и апатия. Поэтому очень важной и необходимой для нас партийных активистов является данный проект. Убедить людей в правильности принятия решения, доказать, что «Единая Россия» – единственная партия, способная решать народно-хозяйственные задачи, на примерах показать конкретные дела – наша основная задача в избирательной кампании. В заключении, позвольте заверить, что все первичные отделения городского поселения РУЗа сделают все возможное для выполнения поставленных задач. И хочется поблагодарить коллектив местного исполкома партии И лично Вячеслава Ивановича Девичкова за ту помощь, которую оказывает нам постоянно методическое и практическое содействие в нашей работе. Большое спасибо. Спасибо, Антон Сергеевич. Я предоставляю слово Анатолию Николаевичу Колгину. Уважаемые коллеги, давайте посоветуемся. У нас еще достаточное количество выступающих. Я предлагаю после Анатолия Николаевича Колгина предоставить слово Николаю Ивановичу Мамчеву и на этом прение прекратить. Нет возражений? Нет. Спасибо. Анатолий Ковальевич, прошу вас. Уважаемые коллеги, я являюсь директором муниципального учреждения физкультуры и спорта, спорткомплекс РУЗа, который занимается проведением учебно-тренировочных процессов, также ведет непосредственно работу с населением в области физкультуры и спорта. В нашем спорткомплексе у нас профилируется футбол, хоккей, лыжи, бокс, фитнес, есть группа с инвалидами занимается, также спортивные танцы, большой объем работы. В этом году и в том году мы создали футбольную команду, нашу мужскую, городскую, которая выступает перед с Московской области. В том году мы заняли неутешительное пятое место в своей зоне. Надеюсь, что в этом году мы выступим гораздо лучше. Чуть-чуть лучший результат у нас в хоккейных достижениях. Это мы в этом году впервые приняли участие в открытой любительской хоккейной лиге, которая была создана при поддержке по инициативе Владимира Владимировича Путина. В своей зоне мы заняли первое почетное место. И в связи с этим хотелось бы, конечно, один вопрос такой указать. Значит, хоккей – это хороший спорт, но для развития хоккея необходима ледовая площадка, которая должна существовать, я так считаю, круглый год. Как бы хотелось бы искусственный лед поиметь в своем городе. Также у нас в сезоне зимнем, а не только первый год, проходит уже четвертый год, мы проводим акцию «Километр здоровья». Это в районе Черного моста, деревня Табула, по дороге деревня Табула. Значит, в этом году у нас приняло участие уже более 400 человек в этой акции. Очень большое количество народу стало ходить на лыжах, это очень хороший результат. Мы наградили более 40 человек. И вот как пример, значит, у нас один из самых возрастных участников, это Рогов Борис, ему 75 лет, он прошел свыше тысячи километров. Это очень серьезный результат, который за весь сезон, тысячи километров, это почти, он дошел до Крыма, наверное. Здесь тоже есть некоторые проблемы у нас. Если на Черном мосту у нас как бы все нормально, 10, 5 и 3 километра трассы есть, то в районе Алмазной поляны СКТ у нас созданы тоже лжные трассы. Но там маленькая проблема в чем, что квадроциклы, джипы, которые едут к речкам, ну, короче, они по этой трассе ездят постоянно и с ними бороться бесполезно. Пытались, трудно с ними бороться, квадроциклы такие, ну, понятно, четверо колесо, здорово, они всю трассу перепахивают. Чего, мы ее укатали, они по прямой прям по ней едут, место выжить. Не очень, но здесь как-то получается у нас. Также на стадионе занимаются физкультурой и спортом. И гимназия номер один, средняя школа, вторая медицинская училища, есть для этого все условия, они как бы, ну, все предоставляемо, договора заключены. Мы помогаем также, рады видеть на своей территории всех желающих и готовы оказать любую помощь в спортивных начинаниях. Всем жителям города Розы приходите, пожалуйста, занимайтесь. Еще один вопрос. У нас создано сейчас много дворовых площадок спортивных. Также хотелось бы там видеть маленькую инициативную группу, потому что мы своим силам не справляемся, как бы, охватить всю территорию. Вот, если инициативные жители, пожалуйста, пришли, организовывайте на дорогу площадку в любое мероприятие, мы поможем инвентарям. Всем, чем можем, тем поможем. Спасибо за внимание. Спасибо. Я предоставляю слово руководителю нашего районного отделения Союза пенсионеров Николай Иванович Мамчин. Спасибо. Добрый день, Олег Александрович. Добрый день, товарищи. Значит, прежде всего я хотел вас коротко познакомить, что Союз пенсионеров Подмосковья в области 35 районов, численность около 40 тысяч. У нас в РУЗе около 500 человек, если быть точным, 477 человек. В том числе в отделении РУЗа, значит, у нас 373 человека. Ну, что я вам хочу сказать. Еще год назад я бы ничего вам не смог об этом сказать, и что-то такое. Но вот за год работы, вы знаете, очень нужная организация. И прежде всего, вот видишь то, что люди стремятся общаться, контактировать, участвовать в общественной жизни, не отказываются ни от каких просьб, и зачастую даже бывают и инициаторами. В РУЗе у нас танцевальный кружок, как называть, ретро. Он в населенных кунтах района выступал. Неплохой коллектив. Также хор пенсионеры, значит, свой гимн Союза пенсионеров. Жизнь кипит. И в РУЗе, в общем-то, мы очень благодарны это Андрею Викторовичу Короткову, потому что он на любые просьбы, и, как мы говорим, он всегда на шаг вперед идет на наши просьбы, делая нашу жизнь богаче. Он вот в своем докладе говорил, что досуг открыл. И люди, вот, Александр Сюрков, я хочу, лично все поуслышали, вы знаете, тянутся туда. Вот у нас день недели пятница, чаепитие. И люди, вы знаете, даже не хватает места, а это человек 25 только места. Значит, за столом чай, печенье, конфеты. И с удовольствием. Люди идут с удовольствием. Значит, я вот хочу, просто пользуясь случаем, в Тучково у нас очень сложная ситуация. Я там был несколько раз, и вынужден, Олег Александрович, вот, попросить вас, потому что, поверьте мне, ну, я это не голословно, кроме вас, никто там не решил помещение для членов Союза пенсионеров. И что там отрадно, там они вместе, вот сегодня и выделили недалеко там от железнодорожного вокзала, но оно холодное, воды нет, туалета нет. Но ведь люди, в основном, как бы наш контингент, это мы считаем молодые 60-70, а там за 70. И у них 30 человек из 120 свыше 80 лет. А люди, конечно, сослужили больше, как бы, к себе отношения. И я им пообещал, что я встречусь с вами, Александрович. И именно поставлю этот вопрос, потому что, Николай Иванович, до вас и никто и не был, как бы у нас. Но они помнят ваш приезд. Кстати, те деньги, которые вы выделили, компьютер куплен. То есть, в общем-то, ну, вот этот вопрос вот надо решить. И я вас уверяю, что, в общем-то, Тучковское подразделение и в численности подрастет, гораздо подрастет. И будет не менее активно, чем Тучковское. Потому что мы не на плохом счету, я прямо хочу сказать, в общем-то, среди областных организаций. Ну, в десяточку-то мы входим. И вот, что немаловажно, я так думаю, когда анкетирование проходило в наших подразделениях районных, какая помощь от районных властей, и все, мы заполняли ряд вопросов. Ну, сегодня я могу сказать, может быть, так, потому что у нас Олег Александрович глава наш, в общем-то, будет награжден, поедем с вами туда. Вы почти в тройку. Вот, так что спасибо. Спасибо, спасибо. Это вам спасибо. Ну, вот, чтобы не отвлекать время, я бы, если позволите, хотел от себя, что сказать, выборы, да? Конечно, я сразу хочу сказать, я не член никакой партии, потому что, и думаю, это правильно, потому что мои, как бы, пенсионеры, я их как называю, разных партий, взглядов и все прочее, моя задача их объединить, сделать им комфортные условия с помощью администрации, что у меня на сегодняшний день и получается. вот, значит, но, как-то мне вот не дает покоя, да, сегодня выборы, может быть, это вот риторика, военно исполняющая обязанности, вот сказал, вот поехал, это все правильно. Давайте не будем забывать, здесь, может быть, не все сидящие, но есть, которые помнят, а что сделал Громов для области, и в частности, для нашего района. Вячеслав Иванович, как был район до прихода Громова, а? В глубокой, в глубокой яме. И благодаря только Громову с его командой, посмотрите, какая Руза стала, ей стало приятно жить, это я вам точно говорю, я живу здесь 27 лет, даже то, что я мечтал, чтобы было сделано по улице Октябрьской, они перегнули все мои эти мысли, такой прородки. Значит, я не говорю, что это другое, а бассейн. Вот, это правда, что, Олег Александрович, вы инициатор именно бассейн? Вот надо вот действительно вот на колени сзади ползти. Вот низкие вам поклоны, большущие вам спасибо, потому что союз пенсионеров, членов, два раза в неделю, бесплатно, ходят плавать. И вот кроме, я не знаю, она наекается каждый день, потому что плавает, и благодарит. Это же большое счастье, что у нас с вами в районе бассейн. Как мошенники говорят, о, вы счастливые, у вас вот бассейн, у вас вон ледовый дворец, Николай Иванович. Это, да, это зрелище, а это здоровье у вас. Так что, может быть, я и не прав, как бы сказал от себя, но вот этот стат, который мы имеем, а стат район очень хороший имеет, это все-таки, давайте посмотрим назад, кто это сделал. Не будем забывать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Николай. И по выборам, ну, я думаю, секрета большого я не сделаю. У нас, как бы, мы обговорили уже союз пенсионеров, мы будем голосовать за существующую власть. Нам не важно, какой импартий там или еще, что команда Японина есть, она должна быть. Я так думаю, коротко в вашей команде. Конечно. Спасибо. Это большая сила. У нас на сегодня все. Спасибо, спасибо. Ну, все записавшись для выступления выступили, я предлагаю, я сейчас коротко тоже выступлю, подведем итоги, да, и после этого будем завершать работу нашу. Значит, ну, по повестке дня. Очень много сказано, очень подробный доклад Андрея Викторовича. Понятно, что он глубоко знает ситуацию в городе и мысли в целом правильно, я с ним согласен. Одна ремарка. Денег никогда не будет достаточно. Понятно, что надо менять там систему распределения налогов между уровнями разной власти, необходимо заниматься развитием экономики, необходимо экономить, все правильно. Вместе с тем денег никогда не будет достаточно, поэтому сейчас, когда работаешь в условиях дефицита, необходимо, прежде всего, это четкое планирование, определить правильно задачи, куда эти средства для себя необходимо направлять, ну, естественно, творческий подход. Мне Николай Иванович сказал, вот, по поводу того, сколько сделано в РУЗе. Я хочу сказать, что мы же всегда работали в условиях дефицита, да, вместе с тем, на самом деле, ну, и приятно, потому что люди отмечают, что есть, что показать, шо ж теперь, поэтому, больше оптимизма. Андреевич, Роза у нас одна из лидеров, не одна из лидеров, а лучшее поселение в районе, сделано на самом деле очень много, поэтому, я думаю, что и дальше все будет хорошо, а эти проблемы, которые мучают и вас, как главу, ну, и мне доставляют хлопот, как главе района, и у губернатора такие же проблемы, и у президента такие же проблемы, мы с ними вместе и вместе с жителями, как вы правильно сказали, конечно, разберемся. Я хотел бы более подробно поговорить о выборах, уже не за горами, то время, когда выборы перейдут в активную фазу, у нас же не только выборы губернатора, у нас же выборы местной власти, я начну с выборов губернатора, ну, сейчас проходит пора праймерис, в которых участвуют выдвиженцы от Единой России, а у нас главный представитель это Андрей Юрьевич Воробьев. Он активно уже встречается по зонам, Московская область разбита на зоны, по зонам ездит, встречается, выступает, люди его слушают, там, наряду с другими кандидатами, и, там, голосуют за него, принимают решения. То есть, вот он, понятно, очень много у него поездок сейчас, встреч, человек он новый в области, многие его не знают, когда он начинал работать, то у него вообще там узнаваемость была на уровне, там, статистической погрешности. Но все эти встречи, они, конечно, добавляют ему популярности. От себя хочу сказать, что он очень приятный в общении, молодой человек, и, здесь правильно говорили, видно, что он хочет работать. То есть, он пытается разобраться, пытается дойти до сути, хочет работать, и то, что он сейчас исполняет обязанности временно, и готовится к выборам, конечно, это сложно. Ему область, она и жизнь, да и идет, то есть, необходимо сейчас, он уже получается третий, да, состав. Борис Силович ушел, после него Сергей Кожигедович, вспоминялась команда, после этого Воробьев пришел. А жизнь-то идет, надо там достраивать детские сады, ремонтировать больницы, выплачивать пособия, строить дороги, развязки, и в то же время необходимо готовиться к выборам. Поэтому у него сейчас график очень такой напряженный. От себя хочу сказать, что я его давно знаю, и мне с ним работать очень комфортно. Очень многие вопросы, которые, хотя бы правильно Николай Ваня сказал, у нас всегда были очень хорошие отношения с Борис Силовичем, и он очень много помогал нашему району, и мне лично. И вместе с тем, даже те вопросы, которые тогда не решались, в частности, Тучковский переезд, вот сейчас же эти вопросы решаются, в этом году начнется стройка, то есть, это, конечно, очень хорошо. Вот он, один кандидат, для меня он главный кандидат, объявил о своих претензиях на область Глеб Фетисов, это товарищ Прохорова, в какой форме там он будет участвовать, пока никто не говорит, потому что еще выдвижения кандидатов не было. И сейчас вот недавно объявил о том, что будет баллотироваться Геннадий Гудков на Московскую область. Как оно будет дальше, тоже пока еще непонятно. Сейчас какие-то кандидаты еще будут появляться, это обязательно. Пока из тех, кто активно занимается выборами, один только Фетисов. В некоторых подмосковных районах, видно тоже по зонам, организованы его штабы и начато их финансирование. Один из штабов находится здесь у нас в районе, возглавляет его наш Сергей Борисович Новгородов, всем известный, товарищ, вот он возглавляет штаб Фетисов по выборам. То есть работа идет. Кроме этого, понятна ситуация с Бойко-Великим и то, что выборы будут грязные и там будет много всяких сюрпризов, мне, например, это понятно, к нам к этому необходимо быть готовыми и на все это реагировать. Вот буквально недавно поступило ко мне там письма с кучей подписей за отзыв там глав поселений некоторых, за Роспуск Совета депутатов района, за прекращение вот этой вот инициативы, так называемой, Калибагинской инициативы, как мы и называем, что вот там люди, там тысячи подписей, что люди вот подписались, они возражают, против этого с просьбой разобраться. Стали проверять, выясняется, ну, по крайней мере, практически все, кого спросили, потому что там стояли фамилии даже тех, которые сами были инициаторами, инициативы. Каждые населенные пункты собирали подписи, они подписывались за какие-то конкретные вещи, за ремонт дороги, за ремонт в подъезде, еще там за что-то, но ни о какой там там в Роспуске Совета депутатов или еще о чем-то речь просто не шла. То есть в тупую у людей собирали подписи под что-то, а теперь они там, не знаю, сколько их насобирали, вы знаете, в Руси здесь было, помните, когда масло пенсионерам продавали и собирали у них паспортные данные с подписью, куда теперь эти подписи направят, кто его знает. Понятно, что сейчас время активных действий придет, это все будет всплывать, эти подписи, они появятся, и мы, ну, я надеюсь, что люди-то, конечно, сами-то разберутся, но все это я просто говорю о том, каким образом будут проходить выборы. Поэтому к этому нам необходимо быть готовыми, и нам в этом плане необходимо еще очень много поработать. сейчас самый главный этап, если говорить о выборах губернатора, это прохождение так называемых муниципальных фильтров. Что это такое? Это каждый, в соответствии с законом, каждый кандидат в губернаторы, главы регионов, он должен набрать определенное количество подписей, за поддержку депутатов местных органов самоуправления, то есть депутатов поселенческих и депутатов районных. Сейчас за это все пойдет очень серьезная борьба. Я обратился ко всем депутатам нашим и поселенческим районам с просьбой в период с 24 июня по 17 июля не планировать каких-то отпусков, то есть чтобы все были здесь на месте, чтобы мы могли проконтролировать и не дать возможности жульничать. Примеры жульничества, они есть, в частности выборы в Туле, там получилась какая ситуация, несколько депутатов, всего несколько депутатов, но их подписи играют роль, они были в это время в отпуске, там нашли этих депутатов там некоторые оппозиционеры, не оппозиционеры, в общем некоторые кандидаты нашли, в конце концов кстати, они потом эти подписи за деньги продали, они договорились с этими депутатами, ввели их в заблуждение, сказав, что они могут подписаться за несколько кандидатов, заплатили им деньги и депутаты отдали свои подписи, вот за этих кандидатов. в это время они все члены Единой России, а Единая Россия, руководство Единой России было в полной уверенности, ну ладно, ну ехали люди отдыхать, ну пусть отдыхают, успокоились, вот что может быть, поэтому конечно и Тульская область это не Моцковская область, поэтому у нас здесь может быть гораздо больше фокусов, и деньги здесь совершенно другие, привлечены к выборам, Фетисов один из богатейших людей Российской Федерации. Поэтому вот этот вопрос связанный со сбором подписей в поддержку кандидатов, я имею в виду, сейчас я говорю про депутатов района и поселения, городского поселения, в частности Роза, вот я, Александр, и у тебя то же самое, конечно, здесь ухо, надо лежать в острово, надо со всеми поговорить, чтобы все понимали, чтобы потом не получилось каких-то там недоразумений и нехороших денег. Ну и надо помнить, что у нас не менее важные это вопросы, связанные с выборами местных органов самоуправления, у нас выбирается глава, у нас выбирается депутат. И понятно, что сейчас в основном все эти вот Фетисов и все остальные, они нацелены-то на что? Что если сейчас не получится с выборами губернатора, а так, насколько вам понятно, что это сделать, там все-таки сложно, то тогда попытаться взять голоса депутатов Совета депутатов для того, чтобы в последующем, там, в следующие периоды уже иметь какую-то платформу и попытаться там пройти губернаторы. Понятно, то, что на выборах местного органа самоуправления активно будет заниматься тот же Торбойко, его там, ну вообще там, чем он хочет, тоже все понятно. Поэтому нам здесь нужно эти вопросы все отработать. В конце концов, надо понимать, что мы потом там выберем губернатора, дай бог там, и Андрей Юрьевич Воробьев победит, по крайней мере, я тоже, конечно, сделаю, я надеюсь, что мы все вместе сделаем все возможное для этого. Но потом надо же будет работать, надо, чтобы было с кем работать, и чтобы пришли люди, которые могут работать. У нас во всех первичных организациях период выдвижения кандидатов прошел. Я хочу сказать, что, конечно же, опора у нас на Единую Россию, вместе с тем, я говорю сейчас об опоре на все конструктивные, нормальные силы в нашем районе. У нас, слава богу, нет каких-то противоречий с другими партиями, у нас нормальные отношения со всеми общественными организациями, и мы тоже рассчитываем на их поддержку. Сейчас мы определились с теми, кто от нас пойдет на выборы советских депутатов. Вы знаете, кто от вашего первичного отделения выдвинут? Кто не знает? Поднимите руку. Я думаю вот что, я понял. Я думаю вот что, надо обязательно с этим вопросом разобраться. Пожалуйста, я обращаюсь сейчас к секретарям первичных организаций, отделения, вернее, с первичных отделений Вячеслав Иванович, вы, пожалуйста, на это обратите внимание. Надо разобраться. на предварительном этапе постарались выдвинуть тех, кто нормальный человек, кто хочет работать первым, кто может работать и кто избираем. То есть, кого люди знают, кого люди готовы будут поддержать. Таких у нас абсолютное большинство. Поэтому надо разобраться, кто идет, потому что сейчас вот первички выдвинули, а сейчас начнутся праймерис. Что такое праймерис? В Грузии он в понедельник 27-го числа. Это когда собирается определенное количество выборщиков, там сколько у нас по Рузии выборщиков? 40 человек. Вот, со всей Рузы собираются. И они слушают каждого из тех, кого планирует выдвинуть партия, и там их сейчас в два раза больше, чем мест будет. И выбираете того, кто на ваш взгляд лучше, кого лучше выдвинуть. Поэтому этот момент очень важен. Если мы сейчас на праймерис это все так вот, знаете, для галочки проведем, то потом что мы на выборах будем делать? Как он избираться будет для человека? Поэтому этот процесс сейчас подготовительный, но крайне важный. Я убедительно вас попрошу, необходимо этот процесс провести не формально, а максимально по деловому. Я здесь рассчитываю, Вячеслав Иванович, на вас, Андрей Викторович, на вас, Василий Степанович, вы, пожалуйста, как начальник штаба по выборам районного подключитесь. То есть этот процесс крайне важен. Ну и после этого нам необходимо будет естественно обеспечить, чтобы эти люди пришли на выборы. у нас, смотрите, сейчас получается, что весь агитационный период это лето. Лето, период отпусков как раз тех, кто всегда являлся нашим ядром. Да? Врачи, педагоги, там, детские сады, они же все, большая часть, живут в отпусках, родители в отпусках. Поэтому агитационный период, он будет своеобразный. И, конечно, надо, чтобы сейчас, пока есть время, люди максимально узнали о тех, кто выбирается, кружит какую-то позицию, сформировали по этому вопросу. Поэтому тут же на выборах-то все просто, это же не высшая математика. Как можно, кто приведет больше своих сторонников к урне, тот и победил. То, что противники будут стараться привести, это понятно. Деньги у них, денег у них валом, за деньги, ну, это, мы же взрослые люди, мы все понимаем, да? Конечно, я понимаю, что это и милиция, и правоохранительные органы, и другие контролирующие органы, все будут смотреть для того, чтобы не было нарушения закона. Но вместе с тем, жизнь и жизнь, это же постоянно у нас происходит. Понятно, что они там денег сейчас отвалят, для того, чтобы тут в Рузе свою власть установить и разобраться здесь в свою сторону. Черт возьми. Поэтому этого нельзя допустить. А для этого необходимо, вот договорим мы там проект 1 плюс 10. Логика этого проекта абсолютно простая. У нас в Рузе порядка 400, да, сколько в Рузе единороссов? 500 даже, 500 единороссов. Ну, пусть из 500 единороссов, нормально, там, которые действительно активны, будет там 400, да. Но даже если не по 10, даже если по 8 каждый приведет, это уже 4,5 тысячи человек. 4,5 тысячи человек, это 20% у нас, да, и среди изголосующих. Сколько? 6 тысяч. Больше тут, больше 30 почти процентов. 30% пришло на выборы. У нас, мы прогнозируем явку на выборах, но если 40% будет, вот на местных, то это, конечно, как бы там хорошо. Поэтому к этому надо отнестись неформально, к этому надо отнестись серьезно, надо понимать, ну, это же, ну, это же жизнь. Вот Николай Иванович сказал, правильно говорит, но все же мы работаем в одинаковых условиях, что русский район, что Можайский район, что Волоколамский район, результаты разные. Я встречаюсь с жителями Тучкова, самый проблемный населенный пункт в районе. Встречаюсь с жителями, ну, регулярно. И они мне всегда задают вопрос, почему вот у нас с Тучковой так много проблем, так мало, так они медленно решаются, вот только в последнее время начали решаться. Я им говорю, ребят, вы 5 лет с властью у себя разобраться не могли. Вы 5 лет футболили власть эту. То одного главу вам поменяют, то второго главу, то совет депутата у вас не такой, то там трагедия там с главой произошла, опять там разбирались. Откуда же у вас порядок-то будет? Кто у вас улицы-то будет подметать? Если вы все на митингах. Чего мы вот этого хотим? Я думаю, что, конечно же, не хотим. Хотим нормально работать. Проблемы всегда выше крыши. Всегда у нас будет море проблем. И слава Богу, что люди, вот Николай Иванович сказал там о своей улице. Я там, начинаем разговаривать, я говорю, слушайте, а вы помните, вот что на федеративной, вместо газона, ведь были кюветы, потому что не было ливневой канализации, тротуаров не было, помните? Они уже не помнят. Ну и слава Богу, что не помнят. Это же хорошо. Но проблему одну сняли, ну такая проблема появилась. Отремонтировали поликлинику, с крыши не капает, оборудование хорошее поставили, светло-тепло сделали, теперь врач невнимательный, очередь. Ну понятно, это жизнь, ну куда ты от этого уйдешь? Но нам-то есть что показать. Особенно в Рузе. Особенно в Рузе. И я очень в этом плане на вас надеюсь. выборы будут сложные, и нам необходимо всю здоровую часть общества ее необходимо контролировать. Я рад, что сегодня здесь и ветераны наши, рад, что здесь наши пенсионеры. Конечно, и другие общественники, они здесь должны быть вместе с нами. Надо с людьми разговаривать. Ну и самое главное, вот надо дать, не дать людям голову задурить. Сейчас вот это будет, это однозначно. Это может быть на губернаторских выборах это будет поменьше, а вот на местных выборах это будет однозначно. То есть сейчас будут из хорошего человека делать дурака, про дурака будут рассказывать про негодяя, что он там оказывается там, ну знаете, уже там появились в газетах статьи всякие, кто построил дворец спорта, кто завод LG построил, уже об этом говорят. Ну, мне надо с людьми разговаривать, мне надо голову самому терять. Ну и самое главное, сейчас нам определиться все-таки с достойными кандидатами. Вот у меня к вам такая просьба. Поэтому вот по поводу 1 плюс 10 этим проектом необходимо очень серьезно заняться. Это самое простое, что мы можем сделать. То есть составить список тех, кто придет вместе с вами и проголосует так, как вы считаете необходимым. так как мы считаем необходимым все вместе. Так, ну и ряд вопросов таких по поводу льда. Мы давно об этом говорили, построили уже, если бы не кризис. Сейчас ко мне поступило предложение о стыркости центра развития хоккея в русском районе. Я не принял пока решение, там не я один принимаю, где он будет или в Рузе, или в Тучково, или он будет на территории района. Это подразумевает, что это будет такая областная база, на которой будет заниматься школа Олимпийского резерва, училище Олимпийского резерва и проходить тренировки, спортивные тренировки в профессиональных команд, которые сюда будут приезжать в Москву. Вот у меня завтра встреча по этому вопросу. То есть лед будет у нас. Ну и в отношении Тучкова, Владимир Игоревич, надо будет разобраться, если помещение не подходит, о котором идет речь, давайте посмотрим, где еще одно помещение, где мы можем это сделать. Договорились? Пожалуйста, до 17 июня мне доложите предложение. В музыкальной школе? Значит, в отношении музыкальной школы только сегодня разбирался этим вопросом. У Тучкова, в собственности Тучковского поселения, пустое помещение 450 метров, в 4 раза больше, чем старенькое, требующее ремонта помещение музыкальной школы в Восточном микрорайоне. Там раньше находился какой-то магазин, он там 5 лет не платит аренду. Я вчера разговаривал с главой Тучковского поселения, я попросил, чтобы они приготовили это помещение и там разместили и ветеранов, и пенсионеров, и детский центр какого-то досуга и так далее. Потому что на самом деле ситуация смешная получается. Пустое помещение, которое дохода ничего не приносит или используется в коммерческих целях, а мы свои помещения должны передавать безвозмездно, хотя у нас там тоже свои проблемы выше, выше. Поэтому помещение там подобрано, сейчас вопрос будет решаться, ладно? Так, и в отношении Борис Селыча, я обязательно ему передам ваши добрые слова в его адрес. Спасибо. Вы говорили по поводу Борис Селыча, я ему обязательно передам. Ну, если так, мы же не слипоком и мы его помним. Спасибо. Спасибо. Потому что такое дело, как он сделал со своей командой, это на верху не каждый. У него, кстати, внук родился позавчера. Так, ну, у меня все по выступлению. У нас есть ряд наград, которые я бы сейчас хотел бы уручить. Почетные грамоты секретаря Русского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» за активное участие в реализации партийных проектов и поддержку партийных инициатив награждаются Назина Вера Ивановна, секретарь первичного отделения номер два городского поселения Руза. Казарминков Сергей Александрович, секретарь первичного отделения номер четыре городского поселения Руза. Рябченко Лариса Петровна, секретарь первичного отделения номер пять городского поселения Руза. Благодарственным письмом главы городского поселения Руза за добросовестный труд и безупречную работу на благо городского поселения Руза награждаются Чернова Ирина Петровна, заведующий отделом обслуживания муниципального бюджетного обслуживания культуры городского поселения Руза Рудская городская библиотека. Адуашвили Давид Захарович, ведущий механик муниципального бюджетного учреждения культуры городского поселения Руза парк культуры и отдыха городов. Коновалов Валерий Федорович, зрение преподавателя муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта городского поселения Руза Уважаемые друзья, и по традиции наш форум сегодня приветствует ребята из Кулебакина и ансамбль для Билушка. Давайте мы им теперь слово предоставим. Аплодисменты, и по традиции и по традиции Давай. Красота какая-то. ПЕСНЯ Что доказала Русь в лихие времена Мы верим в Тебя, Единая Россия Твой разум и полю и верность Твою Вылады и будешь, Великая Россия Мы вместе с Тобою в едином строю Нет, спорить сины, где только лишь слова И спорить некогда жизнь задает вопрос Нам отступать нельзя, ведь мы иноросы И в достижении цели жизни на правах Мы верим в Тебя, Единая Россия Твой разум и полю и верность Твою Вылады и будешь, Великая Россия Мы вместе с Тобою в едином строю В России в распуте время нас не ждет Нам право выбора доверила свобода Единороссы — это партия народа Единороссы — это вера в наш народ Мы верим в Тебя, Единая Россия Твой разум и полю и верность Твою Вылады и будешь, Великая Россия Мы вместе с Тобою в едином строю Мы верим в Тебя, Единая Россия Твой разум и полю и верность Твою Вылады и будешь, Великая Россия Мы вместе с Тобою в едином строю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!